здравствуйте уважаемые зрители канала сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему кем стали дети и внуки бандеры степан бандера породил таких же как он детей и внуков в 1962 году старшая дочь лидера националистов наталья заявила что именно ее отец воспитал в ней любовь к украине правда сама она отца видела редко да и где находится эта украина в детстве знала только из рассказов матери да в школе что-то изучала остальные дети бандеры даже не представляли себе кто на самом деле их тихий папочка попель начнем издалека в королевстве галиция что входило когда-то в австро-венгрию в селе старый угринов жил священник греко-католической церкви андрей михайлович бандера он и его жена мирослава владимировна породили на свет восемь детей степан родился вторым по старшинству в 1909 году кстати дом в котором появился на свет будущий мерзавец сохранился и до наших дней так как принадлежал церкви люди относившие себя к украинцам в те годы подвергались дискриминации в галиции из-за того что оказывали поддержку полякам ответные реакции стало то что начали развиваться националистические настроения и одним из самых ярых активистов стал андрей бандера тот самый священник отец степана он собирал в своем доме друзей и родственников что также разделяли такие взгляды и эти обстоятельства во многом повлияли на дальнейшую судьбу степана и остальных детей андрея степан в детстве стал свидетелем сражений первой мировой ему было 7 лет когда взрыв снаряда разрушил их дом правда все в семье остались живы более того даже не пострадали после распада австро-венгрии национал освободительное движение украины активировалась отец степана стал депутатом парламента самопровозглашенной западноукраинской народной республики и заодно капелланом в рядах армии этой республики степан же уехал в 10 лет в стрый где жили его дед и бабка и поступил в гимназию все учащиеся там были детьми украинцев но руководство гимназии пыталась внедрить польские традиции из-за чего возникали конфликты с родителями и сами гимназисты не молчали они вступали в молодежную организацию пласт которая была создана по принципам национализма степан стал членом пласта в 13 лет западноукраинская республика потерпела сокрушительное поражение в войне с польшей в 1918 1919 годах вся восточная галиция была оккупирована поляками а украинцы потеряли все свои гражданские права украинский язык лишили официального статуса а в органах власти работали только поляки к тому же в галицию стали приезжать переселенцы из основной польши им давали жилье и земли тем самым ущемляя местных жителей националисты создали на территории чехословакии еще одну организацию вооруженную которая совершала набеги на поляков подрывала авторитет властей и в 1929 уже на этой базе создали печально известную оон организацию украинских националистов члены этой организации направили свою деятельность на свержение польского диктата и вот степан бандера стал одним из первых ее членов работал в журнале гордости нации пропагандировал идеи оон польские власти боролись против бандеры и его шайки неоднократно сажали степана в тюрьму бандера организовывал и сам участвовал в экспроприациях как они это называли хотя на самом деле это были банальные грабежи и убийства они грабили банки почтовые поезда отделение связи ликвидировали политических деятелей и простых людей которые им казались врагами националистов бандера действовал как подпольщик и кстати даже обучение прошел в 1932 году в немецкой разведшколе в данцеге в 1934 году бандера наконец-таки сел он и его пособники организовали убийство министра внутренних дел польши бронислава пиратского были пойманы и их приговорили к смерти но почему-то высшая мера была изменена на пожизненное заключение однако через пять лет в сентябре 1939 года степан неожиданно освободился охрана тюрьмы разбежалась после отступления польской армии и все пути для уголовников оказались открытыми бандера уехал в рим там в то время находился новый руководитель оун мельников между ним и бандерой сразу же началась неприязнь в итоге оуна раскололся на бандеровцев и мельниковцев бандера в купе с грабежами и жаждой наживы лелеял идею незалежности украины и вот он собрал митинг 30 июня 1941 года во львове и заявил что украина теперь независимая что будет жить отдельно от ссср и от польши и будет сотрудничать с гитлером однако немцы к тому времени уже оккупировавшие территорию польши и почти всей незалежной не хотели этих проблем и признавать чей-то непонятный суверенитет тоже не собирались потому бандеру снова арестовали когда он находился в кракове и привезли в берлин там степан публично отказался от своих идей мол пошутил и все такое и вместе со своим пособником ярославом стецкая загремел в нацистские концлагеря то же самое время его отец был расстрелян сотрудниками нквд а вся многочисленная родня отправилась по лагерям казахстана и сибири степан же до 1944 года был пленником концлагеря загсенхаузен однако когда советские войска стали проводить серьезную зачистку территории украины от гитлеровцев то власти германии вспомнили про бандеру и решили подарить тому свободу взамен на то что националист простите за каламбур будет действовать в интересах нацистов у бандеры зато короткое время пока он находился на свободе появилась жена в 1941 году ярослава васильевна опаровская родила дочь наталью а отец уже попал за решетку потому девочка не видела степана до момента его освобождения в 1944 ярослава и наташа перебрались в берлин чтобы быть ближе к степану и когда он вышел на свободу за стенами концлагеря его уже ждала благоверная супруга кстати по словам самой натальи они с отцом вообще мало виделись даже после того как его выпустили из лагерей отец все время чего-то боялся за ним охотились советские спецагенты и репатриационные комиссариаты бандера все время переезжал то туда то сюда семья его тоже однако без него лишь с 1954 года они воссоединились в мюнхене сняв квартиру к тому времени у ярославы родилось еще двое детей в 1946 году андрей и в 1947 году леся в германии соседи и знакомые степана его детей и жены знали их под другой фамилией по информации которую приводит в своей книге млечен шелепин и ликвидация бандеры все думали что общаются семейством попелей кстати в переводе с немецкого это сопля козявка а отца зовут штефаном принципе степан и штефан это одно и то же имя просто переделанные на немецкий лад и именно соседи по дому обнаружили в подъезде умирающего от ран попеля и он скончался у них на руках до приезда врачей тайною смерть националиста бандеры не было за ним действительно много лет следили и наконец-то ликвидировали исполнителем заказа стал агент кгб богдан сташинский это произошло в 1959 году а вот тот факт что бандера поменял свою фамилию помог ему и его семье такое долгое время скрываться от правосудия младшим детям которые появились на свет уже после войны не стали говорить что их отец лидер украинских преступников националистов они наивно полагали что их папа обычный служащий тихо и мирно живший в спокойной мюнхенской квартире и не имевший ничего общего с теми ужасами что творились на войне но по словам самой натальи старшая дочка догадывалась что здесь не все так просто ведь не могли же ее отца убить ни за что ни про что богдан сташинский был арестован и в 1962 году его судили в карлсбурге свидетелем там выступала наталья как раз тогда она и сказала что отец привил ей любовь к украине а еще она рассказала что знала о другой фамилии но уточнить у родителей про свои догадки не решалась наталья много слышала про он и про бандеру читала в газетах но то что это ее отец она и думать не могла в общем узнав кто же ее отец наталья старшая дочь степана козявки вступила в действовавшее подпольно движение пласт которая появилась уже после войны в память о том довоенном пласте где совершенствовал свою ненависть к полякам ее отец они тоже стали организовывать бунты теракты и убийство политических лидеров возможно сама наталья активно участвовала в этом так как называла себя жесткой националисткой про ее личную жизнь известно немного что вышла замуж за такого же иммигранта как и сама в этом браке появилось и двое детей софья и орест андрей куцан как и наталья скитался по всей европе когда они стали жить вместе то тоже не оставались долго в одном городе то париж то мюнхен то женева наталья скончалась рано в сорок четыре года и по ее просьбе прах дочери бандеры был захоронен рядом с отцом на одном из мюнхенских кладбищ на табличке значилось наталья куцан бандера 1941-1985 внуки бандеры которых родила наталья выросли и не остались в стороне от националистических настроений деда и матери правда сведений о софье крайне мало пишут что она живет в мюнхене и ведет совместный бизнес с братом а вот орест помимо ведения предпринимательской деятельности еще и общался с лидерами объединений националистов украины которые живут в европе ореста заметили на открытии памятника его деду что был установлен на могиле в мюнхене а еще говорят что запрещенное в россии а то спонсируется именно орестом который не дает забыть людям про дела своего мерзостного деда брат и сестра натальи не стали оставаться в европе и уехали на пмж в канаду обосновавшись в городе торонто андрей пошел по стопам старшей сестры став активным деятелем во многих украинских организациях работал главным редактором в газете гомон украины с 1976 по 1984 год он был женат в браке родился единственный ребенок сын однако андрей умер в возрасте 37 лет на год раньше натальи леса в официальном браке никогда не состояла так и жила до своей смерти с девичьей фамилии нет не бандера она осталась попель детей у лисе тоже не появилась потому она не нашла ничего другого как тоже оказывать помощь всевозможным украинским общинам и организациям лизе умерла в 2011 году в торонто андрей мало что запомнивший из детства про отца все же назвал своего сына в его честь степаном собственно как и сам степан который когда-то назвал сына андреем в честь отца священника и степан второй невероятно активно продолжил дело своего деда решив не упускать своего шанса прославиться на весь мир степан старался изо всех сил они залежные нужны были свои герои или хотя бы кто-то кого можно возродить и в 2010 году благодаря ухищрениям внука ющенко издал указ о том чтобы степан 1 бандера стал героем украины посмертно внук самолично явился на мероприятие чтобы получить медаль вроде как эту заслуженную награду многие годы ждали все жители украины а бандера на самом деле был таким хорошим храбрым самоотверженным вел борьбу за независимость своего народа правда при этом его же и уничтожал бандер внук много чего сочинил прадеда само собой выставляя его настоящим героем без него в европе и сша так бы и не узнали про героического лидера оппозиции советом и теперь уже не хотят слышать ни про что иное да и сами потомки бандеры не хотели знать как издевалась над людьми это пресловутая оон даже не думали об этом интересен тот факт что степан внук одно время поселился было в киеве но не срослось почему-то и он быстро уехал обратно в канаду видно за границей бандере жилось спокойнее ведь на украине еще остаются те кто знает и помнит про мерзости творимые бандеры дедом и может все это в глаза сказать витающему в облаках внучку для того чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории россии подпишись на канал и поставь лайк мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю россии